Вы мне пожрать-то дадите? Нервничал в перерыве на обед исполнитель роли бригадира лесорубов Ильи Кавригина. Девчат снимали в поселке Яйва Пермской области. Местных жителей задействовали в массовке. Они ходили за артистами по пятам. Рыбникову так и вовсе не давали проходу. Я в столовой ем, а мне в рот смотрит, сетовал Николай. Нормально поесть ему не удавалось и до начала работы над картиной. Сниматься актер, которому уже перевалило за 30, очень хотел. Но набрал вес и выглядел слишком взрослым для своего персонажа. Рыбников истязал себя диетой и смог в короткий срок сбросить не менее двух десятков килограммов. Никто теперь не скажет, как это сказалось на жизни артиста в будущем. Он и потом старался бороться с полнотой, к которой был склонен. Скончался Николай Николаевич от сердечного приступа, не дожив и до 60 и. Морозы в Пермском крае стояли самые настоящие, причем до минус 40. Опыта выживания в подобных условиях у актеров, конечно же, не было. Вот и Рыбников, что называется, влип, снимали сцену, в которой Тоси кормит лесорубов на делянке борщом. Николай взял и облизал алюминиевую ложку, а та примерзла к губам, дернул и оторвал вместе с кожей вместо того, чтобы постепенно отогреть. Пошла кровь. Но Рыбников попросил не обращать на него особого внимания и продолжать работу. Сцены, в которых Кавригин валит лес, снимали с дублером настоящим лесорубом. Ради соблюдения техники безопасности, Николай Рыбников и Андрей Плотников были схожи не только фигурой, но и вообще внешне. Этому факту взаимно поражались. Лесоруб приглашал актера к себе в гости, приезжал на премьеру девчат. Увы, через несколько лет Плотников погиб при волке леса его задавило елью.